Здравствуйте, меня зовут Вал Наталья Андреевна. Предлагаю вашему вниманию мастер-класс декорирование рамки и композиция букетов в технике квиллинг. Первая часть. Материалы для работы. Рамка клей ПВА, термоклей, отделочная бумага или салфетки, акриловые краски белые, порошок акриловых красок, бумажные ленты для квиллинга, проволока, гофрированная бумага. Итак, начнем. У меня вот такая самодельная рамка. Будем декорировать рамку мы вот такой бумагой. Бумага у меня это из-под обуви, но не обязательно брать такую бумагу, можно взять салфетки. Отрываем кусочек небольшой, берем клей ПВА, наносим на саму рамку, наносим на саму рамку, размазываем наш клей, на угол наносим клей и на саму основу рамки. Теперь прикладываем нашу бумагу так, чтобы края немножко отходили. Так приложили, вот видите, она отходит от рамки на сантиметра два. Теперь мы пальчиками делаем вот такие складочки. Обязательно саму рамку, углубление рамки тоже проклеиваем уголок сам и основу тоже делаем гармошку. Для чего мы оставляем вот эту часть, чтобы боковая сторона рамки тоже была обклеена. И так мы будем делать всю нашу рамочку. Заклеиваем боковые стороны рамки. Опять же берем наш клей, наносим клей, размазываем его, и прижимаем. Пока мизь не будем обрезать, нужно, чтобы оно хорошо высохло. И так мы делаем в круговую. Боковые стороны я все проклеила, со всех сторон. Теперь она у нас высохла. Переворачиваем, берем ножницы и обрезаем. Теперь мы будем покрывать ее белой акриловой краской. Значит, берем кисточку, нашу краску. Обязательно нужно прокрасить боковые стороны рамки. И прям прокрашиваем всю полностью. После того, как мы нанесли белую краску на рамку, она у нас хорошо высохла, теперь мы будем наносить рисунок. Рисунок я буду наносить с сухим порошком. То есть, эта краска только она сухая. Здесь мы немножко с вами пофантазируем. Рисунок я буду наносить по диагонали. Значит, берем кисточку. На кисть мы набираем нашу краску и стряхиваем ее. Там, где у нас будет рисунок. И теперь вот такими движениями мы будем ее втирать. Уголки тоже обязательно захватываем. И саму рамочку. Теперь я возьму другой цвет, зелененький. И нанесу его только по краям. Для того, как мы нанесли зеленую, теперь мы возьмем желтую. Теперь я возьму золотую краску. Раскидаю по всему рисунку. С покраской я закончила. Теперь нужно зафиксировать, чтобы наша краска не раздувалась. Все-таки это сухая краска. Возьмем лак для волос и слегка ее вот так попшикаем. И оставляем до полного высыхания. Наша рамка готова. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.